Это экстренный вызов на канале ОТС. В студии работает Ксения Смотрова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Опять в деле. Рецидивист-драгдилер попался. Рецидивист-драгдилер попался. Информации пока немного. По нашим данным, женщина была на последнем сроке беременности. В роддом ее привезли на скорой. Малыш родился мертвым. Спустя два дня от потери крови умерла и сама роженица. Зальцовским межрайонным следственным отделом следственного управления организовано проведение уголовно-процессуальной проверки по факту смерти 13 марта 2018 года в родительном отделении одной из больниц города Новосибирска 33-летней роженицы ее новорожденного ребенка. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В Новосибирске задержали очередных драгдилеров. В группу входили два жителя Заельцовского района. Старший из них уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Задержанные выполняли роли розничных сбытчиков. Клиентов искали в интернете. Сами же делали тайники и закладки. Возбуждено уголовное дело. Фигурантов взяли под стражу. Законным требованиям сотрудникам полиции подчиняемся. При личном досмотре подозреваемых, а также в автомобиле, принадлежащем одному из них, были обнаружены и изъяты наркотические средства, приготовленные к сбыту. Кроме того, по месту проживания 27-летнего подозреваемого полицейские обнаружили в вентиляционной шахте в ванной комнате наркотическое средство синтетического происхождения. Хотел подзаработать на Новый год, но в итоге попал под следствие. В Болотнинском районе правоохранители привлекли к ответственности дровосека-нелегала, который незаконно вырубил больше 600 хвойных деревьев. Черным лесорубом оказался житель Томской области. Никаких документов на вырубку пихт у него, естественно, не было. Деревья дровосека отвез к дому своей матери и спрятал, планируя получить хорошую прибыль. Но выгодная сделка в итоге сорвалась. Злоумышленник попытался продать срубленные деревья покупателю из города Новосибирск. Однако его действия были пресечены сотрудниками отдела лесных отношений Болотнинского района. Незаконными действиями обвиняемого региону причинен ущерб в сумме свыше 225 тысяч рублей. Мужчина свою вину не признал. За незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере дровосеку грозит до 7 лет лишения свободы и большой штраф. В ближайшее время он предстанет перед судом. Задолжали и государству, и собственным работникам. Сразу два бывших директора Сибэлектротерма попадут на скамью подсудимых. В деле многомиллионный ущерб. Кировский районный суд в ближайшее время рассмотрит дело сразу двух бывших руководителей Сибирского завода электротермического оборудования. Олега Утиралова и Евгения Белоусова обвинили в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, первый директор спрятал от государства больше 28, а его преемник свыше 7,5 миллионов рублей. Помимо этого, Белоусов, как установили правоохранители, не доплатил и собственным работникам. Те пожаловались в надзорный орган. Пока следователи занимались уголовным делом, прокуратура лишала проблемы трудового коллектива. В интересах работников мы в суд предъявили 51 иск о взыскании задолженности по заработной плате, выплаты компенсации за задержку заработной платы и компенсации морального вреда. В результате рассмотрения дел судами удовлетворены требования прокурора в пользу граждан. В судебном порядке, опять же, взыскано больше 5,5 миллионов рублей. И всего за период с января 2017 года по настоящее время, после вмешательства прокуратуры, граждане получили больше 30 миллионов рублей заработной платы. И утиралов, и белоусов не признали вину. Их позиция станет ясна уже в ходе судебного процесса. Обоим управленцам грозит до пяти лет лишения свободы. Начинающий бизнесмен решил заработать на криптовалюте и отдал мошенникам полтора миллиона рублей. Началось все летом 2017 года. Аферисты из Омска разместили в сети объявления о продаже компьютерного оборудования, которое используют для добычи виртуальных денег. Цену поставили ниже рыночной. Это и заинтересовало доверчивого новосибирца. Один из аферистов представился поставщиком техники из Китая. От покупателя он потребовал подтверждения наличия денег. Потерпевший попросил родственников перечислить на счет полтора миллиона рублей и зачем-то дал все реквизиты псевдопродавцам. Мошенникам информации хватило, и они обнулили все счета. Кстати, точно так же дельцы обманули и жителя Петербурга на 500 тысяч рублей. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят на родине преступников в Омске. И дальше криминальные сводки наших соседей. Что произошло в Сибири за эту неделю? Мы выбираем только самые резонансные преступления. Например, Омск будоражит сообщение о найденной в мусоропроводе женщине. В Красноярске подсчитываются ситровую икру, изъятую у браконьеров, а у кемеровчанина обнаружили оружейный склад. Отмечая 8 марта, сын жестоко избил свою мать. Женщина потеряла сознание. Нетрезвый житель Омска тут же решил замести следы и скинул тело пенсионерки в мусоропровод. Несчастные увидели соседей и вызвали скорую. Пострадавшая скончалась в больнице. А это север Красноярского края. Местные правоохранители подсчитывают ущерб, нанесенный браконьерами. Изъяли 73 килограмма осетровой икры. Пластиковые контейнеры с ценным содержимым уже прошли экспертизу. Согласно их теологическому исследованию, данная икра принадлежит осетру сибирскому, добытому в естественной среде обитания и занесенному в Красную книгу Российской Федерации. В отношении 53-летнего злоумышленника отделом дознания ОМВД России по Туруханскому району возбуждено уголовное дело. Транспортных полицейских Кузбасса заинтересовал арсенал жителя Осинники. Мужчина у себя дома хранил огнестрельное оружие, которое якобы нашел в лесу еще 18 лет назад. Возбуждено уголовное дело. Согласно заключению экспертов Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, изъятое оружие пригодно для производства выстрелов, а патроны являются боеприпасами к нарезному оружию. Этот фоторобот распространили среди иркутских патрулей. Женщину на картинке подозревают в совершении грабежа. Псевдогадалка искала жертвы на улице, выбирала старушек, предлагала снять порчу. Во время проведения последнего ритуала она сдернула с потерпевшей золотые серьги, два кольца и сбежала. Дальше о необычном происшествии. Из окна четвертого этажа центрального районного суда Новосибирска выпрыгнул осужденный. Молодого человека приговорили за наезд на пешехода, но тот, судя по всему, не хотел в колонию и решился на побег. Инцидент произошел сегодня утром. После оглашения приговора судья вышла из зала, а 27-летний фигурант остался дожидаться конвоя. Некоторое время он весьма эмоционально сокрушался над своей участью. Вместе с молодым человеком в помещении находилась женщина, предположительно его мать. Когда осужденный решился на прыжок с четвертого этажа, она пыталась ему помешать, но безуспешно. Мужчина удачно приземлился в сугроб и тут же бросился бежать. Было выделено две группы преследования. И в ходе преследования у дома номер 93 по улице Чеклыгина указанный гражданин был задержан и доставлен в центральный районный суд города Новосибирска. После Чекова был передан сотрудникам конвойного подразделения. При задержании беглец сопротивления не оказал. Свой крайне самонадеянный поступок он объяснил острым нежеланием отправляться в места не столь отдаленные. К слову, приговор фигуранту вынесли за ДТП, совершенное в пьяном виде. Причем сбитый им пешеход получил тяжелые травмы. Во время судебного разбирательства обвиняемый находился на свободе под подпиской о невыезде. По имеющейся информации, реальное наказание в виде года и семи месяцев колонии горе-водителю назначили с учетом уже имевшегося у него условного срока за другое преступление. Теперь к этой коллекции уголовных статей, скорее всего, добавится побег из-под стражи. Леонид Лишенко, Алексей Баженов, экстренный вызов. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону редакции 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. С вами была Ксения Смотрова. Будьте внимательны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok